всем привет блендер 2.8 погнали разбираться как сделать здесь круговую анимацию как в the brush и потом в конце видео я сравню именно как здесь все дело происходит и как все это дело происходит в the brush погнали опять же по примитиву по быстренькому для осознания убираем окошко левая кнопка мыши задерживаем давим колесико крутим колесико отдаляет приближает удаляем вот этот вот примитив жмем делить на клавиатуре жмем файл заходим импорт находим общ или ctl кто у кого какая модель именно в каком формате жмем десктоп находим модель жмем импорт и сидим ждем вот загрузилась модель смотрим на нее включаем мофф вытягиваем ее к верху именно по осям чтобы она сверху была ну типа уровень пола зажимаем колесико крутим модель вот такая штука получается переключаемся на верхний вид вот чтобы мы вот так ее видели и теперь получается жмем shift а выбираем курв и циркл получается у нас высвечивается вот такой вот круг жмем английскую с и вот это все дело тянем можно вот тянуть прям до камеры вот так вот должно получиться следом нажимаем на камеру левой кнопкой мыши и жмем английскую г и перетаскиваем ее вот сюда вот кругу вот сюда на зеленую ось это y опять жмем g и опять же подгоняем устанавливаем чтобы она стала тут зажимаем shift зажимаем колесико и вверх поднимаем чтобы видеть именно где что и подкручиваем опять жмем g ставим на зеленую эту штукенцию колесиком уменьшаем опять shift зажимаем колесико приближаем куда нам надо и вот так все дело колесиком регулируем вперед назад следом опять g и вот надо и вот сюда вот именно на начало видео поставить g и вот сюда ну все вот она установлена что нам теперь нужно сделать все намечено поднимаем курсор к верхней вот этой части и находим крестик стараемся поймать чтобы получилось не туда-сюда стрелка а именно крестик и оттягиваем немного экран вниз теперь заходим вот в эту эдитер тейп и находим таймлайн все появилась шкала и теперь нужно связать камеру именно с этим кругом как это будем делать это зажимаем shift и жмем левую кнопку мыши на круге выделяется камера и выделяется круг все прикольно жмем теперь control и и находим low low а чуть эту клавишу связываем камеру и вот этот круг теперь когда мы будем вести ползунок вы видите что камера движется но движется она мало почему потому что у нее установлено 100 кадров в минуту как это дело исправить заходим вот сюда вот object date колесиком перекручиваем находим патч анимация нажимаем и вот здесь стоит 100 кадров в минуту вот все это дело мы догоняем до 250 250 250 можно это все просто нажать и ввести на клавиатуре а можно тянуть туда-сюда и получается у вас вот растут цифры так ну что еще дальше можно сделать следом shift зажимаем колесико зажимаем отгоняем как нам надо прибавляем устанавливаем зажатым колесиком вот так вот все это дело крутим вертим и на нанпаде так что такое нанпад нанпад это вот эти клавиатура одни циферки с правой стороны руки на клавиатуре и жмем 0 вот вы видите что модель не видно да давайте отрегулируем камеру опять нажимаем 0 камеру я буду регулировать именно примитивно снимаем выделение левая кнопка мыши на любой области нажимаем левой кнопкой мыши на камеру ну и теперь можно использовать дизму и вот так все это дело примитивненько так control z если вы что-то сделали не так shift зажимаем можем вводить и колесико зажатое зажимаем колесиком можем крутить крутим колесико приближаем и вот так все это дело немного отрегулируем профессионалов просьба не ржать просмотрел очень много видео и везде очень много нестыковок поэтому вот пришел к выбору что вот так мне более-менее понятно и так лучше регулируем опять же камеру убираем гизму нажимаем здесь на значок нажмем жмем английскую бить выделяем полностью камеру и круг ну и можно это все нажать g и вот так вот все это дело приподнять есть еще вариант конечно привязываться вот это вот круг и камеру привязать к центру но это мы потом рассмотрим пока вот по простенькому ну вот такая штука смотрим все крутится все вертится выставляем зажатым колесиком смотрим что да как вот таким вот образом и нажимаем на 1 0 так следом можно теперь камеру немножко отрегулировать вот в таком духе вот что-то так вот будет получаться где-то вот так я поставить и нажать 0 вот так отвести все поймали нажмем 0 все классно переходим в анимацию пардон тем когда все установлено вот таким вот образом камера прогоняет все работает все зашибись нужно теперь куда сохранять это все дело установить как это все делается заходим также здесь можно установить рендер именно вот настройки вот это внешнего вида но это потом рассмотрим следом следом заходим output вот это вот клавиша и находим output вот эту вот стуку нажимаем теперь на значок и жмем десктоп или куда мы хотим сохранять путь назначаем путь сохранения именно анимации жмем ацепт все путь назначен он вот он прописался следом в каком формате хотим сохранить видео вот выбираете любой jpeg а вид jpeg mpeg видео ну давайте mpeg видео выберем ну что теперь нужно сделать зайти в анимацию вот все установлено все классно все по центру просматриваем жмем просматриваем жмем на значок прокрутки вот так все крутится вот так все классно немножко конечно по примитивному но рабочая штука делаем стоп возвращаем ползунок назад ну и теперь чтобы сохранить жмем control f12 если у кого-то ноутбук рядом с control есть кнопка fn ее тоже нажимаете и удерживаете а потом работают ваши кнопки f12 f11 и получается control нажимаем fn и жмем f12 вот высвечивается вот такая рамочка и вот сейчас будет подгружена именно видео оно ее прокрутит просмотрит и сохранит на рабочий стол вот такая штука заморочек конечно сейчас разберем как это зебраж работает ну и потом конечно выложу вот этот вариант и вариант зебраж как это все будет крутиться все ждем так вот эта модель зебраж 2019 и как здесь происходит круговая анимация колесиком здесь уже не работаем здесь альт левая кнопка мыши передвигает приближает вот так допустим мы выставляем модель это по центру здесь есть настройки еще в документах вы можете здесь вот выставлять расширение экрана какое вам нужно но я покажу по-быстренькому а ссылку на этот ролик уже его снимал я кину под видео находим мови и здесь есть вот шкала doc windows medium length small все это дело работает как вот windows это полностью окно снимается анимируется здесь мов документы нажимаем чисто только вот это рабочая площадь чисто окно на котором находится модель нажимаем мов здесь есть титул имидж можно запись делать с лейблом the brush с титрами это вот все можно убрать вот так вот нажимаем на значок лейбла тюн офф отключаем и овер эмейдж тоже здесь ползунки можно убрать если нам не нужно больше ничего добавлять к ролику и также жмем отключаем логин ну а теперь тюртейн тюртейбл и вот моделька вот так вот вся сейчас прокрутится и потом мы ее сохраним туда куда надо и выбирать уже вам лично делать круговую анимацию именно в блендер или делать ее в the brush ну в принципе и там и там прикольно ну там более-менее ты сам проектируешь что-то добавляешь если кому-то это кайф а автоматизация более не подходит ну делайте свой выбор все когда прогнали модель жмем мови и жмем экспорт высвечивается место выбираем куда хотим его сохранить здесь в 2019 не получается сохранять на рабочий стол нужно заходить в папку windows находить программные файлы и находить папку pizza logic вот он и находить the brush 2019 и the movies и сохраняем жмем сохранить сейчас высвечивается окошко быстренько все это прогоняет и файл сохранен оуаля все всем пока до свидания и и Продолжение следует...